Объявляю 8 региональный чемпионат WorldSkills Russia в Пермском крае открытым! В этом году в конкурсе участвуют ребята из Соликамска, Нытвы, Губахи и, конечно же, из Березняков. Пять человек сегодня ознакомились с заданием, которое будут выполнять следующие несколько дней. Данный конкурс направлен на повышение престижа рабочей профессии. Ребята, участвуя в таком чемпионатном движении, действительно для себя открывают новую сторону той специальности, которую они получают, той профессии, которую они получают. Они становятся специалистами с большой буквы. За пятерыми участниками чемпионата будут следить 11 экспертов. Им придется выбрать лучшие работы от сильнейших студентов. В чемпионате WorldSkills есть определенные критерии оценивания. Критерии оценивания разбиты на минимальное количество баллов, поэтому, конечно, оценка идет очень сложная. И когда мы, например, участник выполняет задание и уходит, эксперты еще на полтора-два часа остаются для того, чтобы оценить то задание, которое выполнилось в течение одного дня. Напомним, чемпионат WorldSkills России организуется в рамках проекта «Молодые профессионалы национального проекта образования», цель которого – повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования. Также чемпионат является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал востребованность участников таких соревнований работодателями. Их отрывают с руками. Найти хорошего технического специалиста очень сложно. У нас есть много юристов и экономистов, но людей, которые могут работать на тракторе, выложить плитку, выстроить стену из гипсокартона, их действительно не хватает. Будущее за этими молодыми людьми. Будущее за этими профессиями. Практика показывает, нередко победители быстро поднимаются по карьерной лестнице. Чемпионат продлится три дня, а 12 февраля подведут итоги, о которых мы обязательно расскажем. Евгения Кокшарова, Сергей Калейник, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникамия.